во время 11 минут уже я предлагаю начинать я тоже предлагаю начинать значит всем привет меня зовут вячеслав я как бы под ником резак 90 со старт android все кто в курсе меня зовут денис я под никомками сэмпани мы вот как бы такая объединенная группа и ради тем но не только мы как бы сейчас нас двое мы вдвоем вот но у нас намного больше сегодня решили мы за всех до вебинары будут проводить как правило минимум один человек но будем стараться потому что каждый разбирается в своей сфере кто-то сильнее кто-то слабей поэтому будем делиться как-то первый вебинар мы решили сделать такой вступительный как бы и мы наберемся опыта с трансляцией и как бы сначала для новичков чтобы объяснить что такое android куда и еще как бы дополнительно все таки какие-то примеры из своего уже опыта который у нас есть расскажем о граблях которые могут вдруг ни с того ни с сего возникнуть вот я думаю многим это будет интересно да я думаю интересно за то что мы будем собственно и делиться опытом мы не будем там читать по книжке или еще чего то такое как тогда давай не будем распинаться значит немного расскажем о структуре вебинара значит он поделен на части по завершении каждой части мы будем выбирать вопросы которые вы пишете в чате справа увидите его вот и будем отвечать на них то что те у кого какие-то проблемы не волнуйтесь вебинар будет залить на youtube каждый сможет посмотреть можете рассказать своим друзьям показать какие кому-то там я не знаю вот собственно после вебинара так хотелось бы какие-то вопросы пожелания услышать может быть у кого-то какие-то предложения еще будут будем рады все это дело выслушать вот об этом вы можете написать на форуме старт android там собственно гресть ветка я думаю мы создадим отдельную тему пожелания и там сможете высказаться тому же мы уже успели завести группы социальных сетях таких как facebook вконтакте вместе постарайтесь может даже даже на google плюс найти нас twitter еще то есть еще twitter отлично так переходим тому что уже у нас будет так первый вопрос проблема всех android программистов количество устройств на базе android на рынке проблемы которым это приводит собственно ни для кого не секрет что android стал одной из самых популярных ps если взглянуть на слава молчи если взглянуть на следующий слайд слава чем не следующий слайд все народом можно увидеть до какой процент проданных устройств был в 2002 и 2003 годах собственно говоря видим что у андроида ну даже если брать 2012 года до 69 процентов от всех устройств 2013 это вообще 79 процентов устройств вот самое интересное 50 процентов из них это самсунге ну честно говоря по поводу самсунгов у меня как бы к ним не очень хорошее отношение к самсунгам я их раньше любил я помню да это была одна из моих любимых фирм но после того как я купил galaxy s да и просто напросто меня кинули с тем что не выпустили для него android 4 и я сейчас например занимаюсь созданием игр и я вам скажу что самые проблемные телефонные при создании игры это телефонные от самсунга потому что них очень большое количество бюджетных этих смартфонов они там я не знаю по минимуму железо не пихали и просто напросто поставили туда 4 android и они кое-как вообще работают и когда пытаешься более менее нормальное количество графики загрузить то получаешь на просто приложение падает с ошибкой а нехватки памяти ты просто напросто заходишь я не знаю я прям получаю статистику через фури кому интересно могу потом рассказать об этом заходишь через лури и смотришь просто напросто какие у тебя телефоны упали с какой ошибки и просто напросто на бывает пропускаешь и увидишь просто скрипя глазами заходишь в консоли разработчика и добавляешь эти телефоны которые упали в черный список потому что да вот куча этих китайских они не знаю подвале делать сериального samsung это просто это самый такой самый клоака вот собственно говоря давайте подробно поговорим о проблемах которые у нас могут возникнуть помимо того что у нас будет телефон samsung да это проблема номер один существует так сказать рекомендации от гугла о том как вообще нужно что делать как все должно работать но естественно многим производителям это как-то по барабану некоторые считают что вот у них такая просто грандиозные печенье и добавит и их телефон будет еще лучше продаваться куда может быть он и будет лучше продаваться но разработчики от этого спасибо не скажет и собственно если сейчас вот смотреть на следующий слайд увидим как же все у нас на самом деле красиво получилось для того что каждый считает нужным сделать что-то по-своему справа это какие разрешения экрана бывают размеры у айоса них там все очень так радужно красиво и не знает если посмотреть сколько раз два три 4 4 разрешение экрана им достаточно просто иметь все вот эти устройства 4 2 планшета и два телефона всем мы можем от тестировать на них свое приложение и она будет работать мы будем точно уверены что она работает на андроиде же тут просто я не знает бешенство какое-то меня просто других слов нету большое количество экранов и собственно говоря именно поэтому многие знают что уже для создания пользоваться интерфейсе используется xml получается интерфейс резиновый и на любом экране выглядит более-менее приемлемо но это на самом деле не всегда так и что-то может куда-то уехать и для того чтобы скажем так быть уверен что действительно вот и сделал тебя все будет одинаково то нужно быть полным я не знаю человеком который думает что мир во всем мире и все хорошо также хотелось бы привести примеры из личной практики мне как-то делал игру ну собственно это моя первая игра была для андроида делал бабу шутер ладно включил он на показываешь пока он денис будет рассказывать я поиграть можешь поиграть вот на дело вот такой вот бабу шутер и суть в этой игре как бы вот мы стреляем все отлично давайте представим что у нас экран устройства это вот квадратный квадратный в идеале все у нас вот телефон квадратный и мы все отлично мы сделали выпустили но тут вот вдруг оказывается что у нас помимо квадратных телефонов есть еще и прямоугольные телефоны и в итоге получается есть например у нас дополнительно там справа и слева принял свободное место у нас два варианта это заполнить это место чернотой либо чем те не знаю например когда вышел 5 iphone многие разработчики игрок под айфон просто не стали париться и запомнили вот эти вот пятый пятом айфоне дополнительное место которое появилось экран увеличился они просто заполнили это чернотой и кто париться не стал по этому поводу вот с андроидом конечно может сделать то же самое но это не очень хорошее решение можно растянуть но это еще хуже на самом деле потому что наши шарики уже будут не не шарики а овалики вот и есть например показатель дизайнеру который вдруг придумывал эту игру вот там все красиво нарисовал их ему покажет скажешь что же дружище извини так получается что на этом телефоне тут будут овалики вот он собственно говоря спасибо не скажет вот поэтому мне пришлось делать как я оставлял размеры шарика в те же самые я просто изменял размеры зависимости от высоты экрана в зависимости от ширины экрана я менял расстояние между шариками фактически как бы когда экран растягивался между шариками расстояние становилось больше сами шарики не тянулись и это очень скажем так ну дополнительно головная боль но с этим приходится мириться и это одно из тех вещей с которых вы столкнетесь например захотите делать игры под android вот хотя в некоторых ситуациях это можно избежать например интегра там в теле фирме есть там да там уже как бы ты просто показываешь площадку и все не волнуйся славеешь ты проиграл до очков набрал и так все давай закругляемся с этим делом закрывай переходим следующему ну давай давай да я расскажу про разрешение экранов но в первую очередь давайте обратим внимание на плотность пикселей на dpi я расскажу как бы пример такой у меня вышел спор с веб-дизайнером ну если кто занимался раньше то вы может быть в курсе что как бы сайты делаются там все просто можно указать в процентах вот определенный блок занимает там 50 процентов от всего экрана и он будет растягиваться помня доказывал почему в андроиде так не сделать вот почему мобильных устройствах ведь это все так просто это он как выдвинул как первую теорию вторая теория у него была почему не сделать ну если в процентах не получается почему бы не сделать в таких величинах как миллиметры вот мы при запуске приложения знаем там что ширина там у экрана там допустим 50 миллиметров и от этого отталкиваться вот кнопочка там 10 миллиметров и так далее но вся причина в том что плотность экранов у всех разные например возьмем мы смартфон с разрешением там 1280 на 720 где-то 5 дюймовый пускай он будет и возьмем 10 дюймовый планшет а у него разрешение уже будет 1024 на 768 как бы у смартфона экран меньше но разрешение больше а у планшета сам размер больше ну пускай разрешение почти такое же самое будет но плотность то меньше и вот если вы посмотрите на следующий слайд тут даже в гайдах от гугла есть такой пример то есть на первой картинке мы видим что там не учитывается плотность пикселей там просто задается в пикселях размер ну или же по контенту он там и поэтому кнопочка и изображение выглядят они по разному если мы хотим чтобы выглядела одинаково на каждом устройстве то следует учитывать и глубину то есть если мы укажем в дипах дп пишется в эклипсе в андроиде то вот если допустим кнопки укажем там 100 дп то она будет выглядеть одинаково на ну практически на всех устройствах и бывают такие случаи где приходится подгонять но процентов на 80 на 90 это работает также есть еще проблема такая как планшеты и смартфоны вот может быть кто не в курсе может быть кто не знает то когда делаем приложение хотим чтобы она поддерживалась как и на планшете так и на смартфоне потому что есть же гайды есть разный дизайн на планшете выглядит вот как вы видите слева как бы два фрагмента на одной активите на смартфоне это уже будет по одному фрагменту то есть будут переходы потом как такое делается это не два разных приложения как некоторые думали и думают это делается одно приложение то есть мы грубо говоря если смотреть с точки зрения кодинга мы в коде спрашиваем кто я смартфон или планшет и как бы идет разветвление если смартфон то выполняем такие-то действия ну соответственно мы знаем что у нас на данный момент активен фрагмент а чтобы обратиться к фрагменту б то есть надо его вызывать если же мы планшет мы в курсе что у нас сейчас активен и фрагмента и фрагмент б поэтому это усложняет разработку то есть грубо говоря количество кодов увеличивается но осени на 2 то где-то на полтора раза ну а про дизайн это уже отдельная тема там тоже дизайн тоже увеличивается потому что приходится часто подгонять вот жаль что я не могу привести ссылку на хабр может кто читал помнил то была статья о том чтобы поддержать где-то 70 процентов 70 80 процентов рынка нужно иметь около 2000 устройств чтобы от тестировать нормальное приложение с точки зрения дизайна чтобы она выглядела одинаково на ну независимо там от размера разрешения и так далее вот как есть у меня знакомый в хорошей фирме работает то но фирма довольно таки большая и у них порядка там ну где-то сто ну если честно никто даже не знает сколько девайсов есть то есть там отдельно комната на в которой лежит чуть больше сотни девайсов и они все подключены в сеть есть отдельный сервер как бы от него все питаются и все работают если делается build apk она автоматически заливается на сервер сервер уже распихивает приложение по всем девайсам и там уже тестируется автоматически или же его прогоняют тестеры то есть ну я к чему это веду чтобы все понимали что даже если вы будете разрабатывать то не факт что у вас есть там три-четыре девайса у вас все хорошо выглядит на зале некоторые даже я так понимаю начинают писать под android вообще не имеет телефона под android а тестирую чисто на эмуляторе могу сказать так что если вы хотите действительно чем-то заниматься таким серьезным то эмулятор он вообще не подходит ведь как минимум одно реальное устройство можно было на нем отестировать да и про баги мы сейчас расскажем давай ты начнем подкручивать да тут в чем проблема просто производители они а под каждый телефон делают свою прошивку как бы это не windows где ты можешь взять компьютер взять диск с виндовой думать туда установить все отлично наработать независимо от того откуда ты скажем так какой марки не знаю либо это intel либо это отлом либо что-то другое как бы тут это неважно ты установил все отлично работает на телефонах все совершенно иначе под каждый телефон и выпускается своя определенную прошивку собственно кто прошивал они знают что нельзя просто взять скачать android 4 установить его телефон на котором был android 2 и 3 потому что каждая прошивка подгоняется телефон и вот я до этого уже говорил о том что на собственно каждый производитель он что-то там свое туда пихивает итоге там добавляют кучу фич и получается не фичи а баги и и и например если взять вот мы думали пытались найти пример такой хорошего хорошего устройства которое можно сказать вот да отлично и собственно все что советует google я бы советовал покупать телефон и планшет и линейки nexus меняя nexus 7 и на самом деле я не на радугу есть по поводу обновления просто все шикарно я не успел увидеть новость о том что вышел новый android для него он мне уже говорит мол хозяин я скачал обновление разрешим него поставить вот и а остальным производителем которые играет был за ними следит им на самом деле проще выпустить новый телефон с новым с и собственно говоря им на самом деле это выгодно больше продажи больше денег но итоге получаем что устройств больше багов больше эти баги надо учитывать заказчик не всегда понимает что тут такая вот ситуация сложилась что не работает например я вот могу из-за опять-таки личной практики привести пример салоприложение и может быть кто-то знает вот есть такая компонент popup window это как бы не activity а поверх activity появляется дополнительный слой его можно куда угодно поставить вот я сделал такой всплывающие сообщение ца и решил думаю будет круто если я туда иди текст ставлю и как бы чтобы пользоваться режима клуб появляется сразу всплывающего да и прям сразу же моментально он вводит что-то и все будет отлично но в итоге получилось так что у меня на galaxy s приложение вылетала с ошибкой как только я пытался что-то туда ввести и тут же ошибка я очень долго-долго возился но так и не понял в чем причина в итоге заре у нас дело и потом через какое-то время узнал увидел на уровне 4 пада человек тоже жаловался что мы вот так и так у меня горит почему-то такая ошибка возникает причем ошибка одна на тысячу бы не на каждом телефоне и я стал у него расспрашивать итоге выяснилось что на самом деле краски вот та самая проблема что была у меня вот и тут даже я могу сказать что мне повезло что у меня был телефон с такой прошивки потому что если бы у меня этого не было я бы выпустил приложение которое работает не везде и и это было бы не очень хорошо да давай я тогда такой сегодня вспомнил бах еще год назад было у заказчика вроде бы у нас все нормально работает там устройство у нас есть все проверяем все хорошо отправляем заказчика у него там на каком-то где тексте или в общем не важно у него просто всплывает клавиатура и не убирается то есть даже по кнопке бэк она не убирается вот он рассерженный нам баги пишет так и так ну вот оказывается у него там motorola какая-то была с кастомной клавиатурой этих клавиатур сейчас ну пруд пруди я думаю все у кого есть android устройство все в курсе и вот он установил какую-то то ли китайскую то ли такую прошивочку клавиатура в красивенькая там все это нажимается но вот как выкручивается тем более если у заказчика какой-то такой экзотический девайс а у вас такого нету то приходится вот такой решать проблему еще один случай был вот недавно я не знаю юрий если наш слушать часто у него был такой бах наверное до сих пор остался что приложение в общем снимает скриншоты ну с девайсом скрытом режиме там или не скрытым неважно и дело в том что падает приложение на nexus 4 как бы казалось бы гугловский телефон там смартфон все это но приложение вылетает с тем что пермишена нету не хватает пермишена разрешение на то чтобы снимать скриншоты с экрана почему-то штамну прописаны при пермишены на всех остальных смартфонах работает планшетах и так далее она next не работает оказывается у андроида есть четыре группы разрешения пермишена 2 2 пермишена это открытые они как бы для ну для разработчиков для для всех желающих можем так сказать остальные два пермишена две группы они для самой операционной системы то есть и вот этот пермишен как-то был в nexus 4 на именно на снятие скриншота скритом режиме именно в той группе в которой ну до которой не достучаться то есть выход один или получить получать рут права и делать уже что хочешь или же или же пока что решение не найдено то есть вот такие вот баги а бах можно говорить много да но мы не хотим чтобы выпугались андроида на самом деле получился на всякая страшилка в первой части я тут читаю вопросы есть да или нет вопросы есть там у кого-то вопросы есть я постараюсь собственно говоря 3 бачка 13 спрашивает получается здесь айос выигрывает разрешениях экранов ну собственно да айос пока он выигрывает в этом плане но вот игру у apple вообще такая политика уже пошла что они тоже начинают выпендриваться добавлять какие-то там дополнительные полоски опять-таки у андроидов тоже такое уже есть то что скажем так экраны с более плотным количеством пикселей то есть ними как бы тоже нужно поосторожнее нужно учитывать то что скажем так если это не учитывать ну по крайней мере от системы android она делается это автоматически когда же ты используешь об он же и и не задумываясь просто-напросто печатаешь картинку которую тебя тебе пришла то получится так что на одном телефоне у тебя она будет огромная другом мизерная вот и на афонов такая проблема тоже есть и там нужно это все дело предусматривать хотя опять-таки игры я работаю параллельно с программистами подает мне все это дело намного лучше и на самом деле меня прикалывает уже периодически что вот мол у вас android никогда не работает вот на самом деле на android сейчас уже скажем так google начинает гайки за закручивать опять-таки думаю многие уже знакомые с той проблемой что нельзя работать с интернетом в главном потоке это они сделали специально чтобы просто-напросто нерадивые программисты не делали так потому что человек думает ну чё это быстренько запрос послал на сервер он мне пришел ну там насильно на секунду у меня приложение повисло и как бы все нормально пользователь не заметит некоторые просто не учитывает что у разных людей разные разные интернет вы тестируете например дома у вас телефон подключен к вай фаю попробуйте взять какой-нибудь самый дешевый мобильный интернет и по тестировать на нем я вообще даже делаю как я на телефоне врубаю мобильный интернет в samsung есть такой такое приложение киев через киев начинаю раздавать интернет через вай фай и планшетом подключаясь телефон и от него этот дешевенький мобильный интернет еще заходишь метро да и заходишь метро да еще можно в метро зайти и действительно как бы уже начинаешь понимать что те косяки которые они не были на с хорошим интернетом они выплывают это как бы да это тоже надо учитывается поэтому все что делает google на самом деле делается к лучшему совсем недавно они там что-то обновили 5 политику безопасности грозятся удалять плохие приложения из play маркета по крайней мере мне письмо такое приходило так следующий вопрос от олег сл вопрос по экранам google заявляет что в android studio с разными экранами будет очень просто работать проверять внешний вид провали я честно говоря android studio не пробовал но я юзал я вам да но я так скажу что на компьютере проверять одно на реальных устройствах другое потому что ну действительно с android studio проще работать хоть она сейчас сырая но именно интерфейс саму верстку делать ну рекомендую то есть уже можно верстку делать именно собирать проекты и так далее пока что они стоят вот так отклонились если про это говорить а насчет того что проще да потому что я даже вот по эклипсию если брать например спиннер кидаешь на на активити да и спир просто в разметке очень огроменный получается когда ты спускаешь на приложение он как бы нормальный красивенький но android studio он как выглядит не смотрел то так же самое вот я как сия да я вот как пример прям сегодня могу привести кинул два бата на на лаяут ну пока верстаю выглядят хорошо у бата наш как бы бэкграунд там статически то есть ты его ну просто так не уменьшишь я же делаю селектор ну через nine pass прогоняю там совсем 9 пикселей делаю такую маленькую картиночку ну чтоб растягивать что как бы меньше места занимал в памяти и так далее думаю круто там через nine pass прогнал сделал а он его то есть на самом экране на vde выглядит ну прекрасно как было так и осталось запускаю на телефоне а он совсем малюсенький такой ну как в раб контент можно сказать то есть то что выглядит на экране у вас в android studio или же в эклипсе этому но это так сказать нельзя верить не всегда но как я говорил android studio лучше в плане верстки так и тут еще вот вопрос смогу спрашивает уж то есть нет универсального решения надо подгонять картинку чуть ли не под каждый экран а ты вот я не понял так кому он ко мне или к себе ну пускай даже ко мне но но тут такой обширный вопрос смотря как подгонять как ее как она нужна для отображения на экране то есть если она нужна на весь экран то конечно приходится ресайзить на ходу то есть потому что экран у вас может сейчас в портретном портретной ориентации вы переворачиваться у вас в ландскейпе соответственно картинка расширяется на ширину но если вы установили этом match parent или fill parent то она уже будет некрасиво выглядеть если же там через в раб контент то допустим вверх она у вас не поместится там на весь экран то есть это такие частные случаи это ну не всегда приходится подгонять под каждый экран то есть если вы уже пробовали то вы знаете что в ресурсах есть там делится по плотности по dpi там ldpi mdpi hdpi xhdpi то вот приходится как минимум на 4 подгонять по 4 по 4 плотности это независимо не имеет я не говорю что надо подгонять именно под 100000 там девайсов там или под 100 девайсов а именно хотя бы иметь 4 девайса с разной плотностью и разрешением экранов то тогда вы уже увеличите шанс свой сделать хороший дизайн ну я надеюсь ответил на вопрос ну да опять же в эту же тему фгс и шка я даже не знаю как это читается как вы думаете думает ли google над проблемой разрешения экрана к примеру делать ограничение на определенные разрешение не только с теми компании которые делают телефон с определенными параметрах экрана нет вот поймите они берут количеством они как бы бюджетностью то есть проще ну те кто могут себе позволить они купят iphone он дороже он качественней никто не спорит что айос качественней и ну более привлекательный можно так сказать но мы как бы покупаем выбираем цена-качество то есть мы не станем покупать за 600 долларов или за 800 iphone мы про лучше возьмем за 300 ну там 200 даже за 200 баксов сейчас можно купить nexus 4 и в этом вся суть это в политика это экономика тут уже как бы программистов даже не всегда спрашивают как вам удобнее еще опять-таки такой нюанс то что android сейчас уже ставит не только на телефонные планшеты его ставят уже куда только можно на часы я думаю в скором времени появится холодильник пылесоса с android но я слышал что извини сделали на андроиде на хамбре была статья там взяли куклу как бы встроили в нее всевозможные шарниры что-то и как бы она могла двигаться меня голова двигалась руки и собственно говоря кукла будет под управлением android тоже такая интересная но я читал что сейчас развивается рынок именно ну вот как беспилотные автомобили электромобили и они соответственно полностью на электронике и там уже операционной системы свои внедряют тот же тизан сейчас подгоняется и android тоже работает над этим андроид тоже будет и в автомобилях ну владико линия наверно будет тогда вообще будет бах на баги так ладно да или вар не будем надо google глаз тоже на android и сейчас вроде бы дать и насколько я помню google какую-то такую что вроде флешечки выпустил который можно подключить телевизору и вещать с телефона либо еще что-то там через вай-фай да ладно там куча всего там есть вопросы еще то мы что-то за остановились тут куча всего скажем так я не вижу больше ничего давай продолжим идем к следующим вопросом более интересному об и потому что для многих возникает вопрос когда они создают проект на андроиде собственно какое бы выбрать сейчас мы постараемся и собственно что это такое потому что некоторые даже наверное или не понимают или ну выбирают от фонаря api как бы но буквально можно обратиться к википедии тут если кто не понимает мы расскажем своими словами это как бы набор 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 классов набор методов которые вы используете тоже активите тот же фрагмент тут как фрагменты сначала появились на четвертом андроиде на четырнадцатом а на одиннадцатом извиняюсь с третьего андроида потом вышла support library и вот это все это и есть api уровень api сейчас мы тут из приколов такой немножко ремарочка даже вот если есть такой метод как но может многие знают и кто читает хабра хабра или там такие тематические сайты то иногда прикалываются разработчики операционной системы даже я помню был прикол то ли с линуксом то ли с windows а может кто поправит меня слово по моему сиськи или что-то такое извиняюсь было закодировано в коде но это именно в коде а это как вы видите метод есть такой из user и monkey то есть как бы если перевести то на русский то обезьяна ли человек или пользователь в данный момент но это в принципе логически если подумать потому что есть такая программа monkey monkey runner она для автоматического тестирования android приложений и вот этот метод используется как бы чтобы узнать в коде эта программа или пользователь use it ну и такой еще из автопа есть метод лог точка в тф ну в тф я думаю нет не стоит расшифровывать он как бы как бы есть и как бы никто не знает зачем он потому что он он как бы выполняется предназначен для таких случаев которые которые никто не ожидал и не ожидал то есть зачем он и что он никто не знает да вот разве что исходники посмотрите что вот вы видите сейчас статистику по api android устройств вот как вы видите начиная с 10 апи и по на статистике не приведена 18 апи который сейчас уже 4 3 андроиде но это официальная статистика от гугла и как видите что все что ниже 2 3 3 андроида ниже 10 апи это там ну сколько там на 4 процента грубо говоря так 39 ну да как бы если стоит выбор между каким уровнем api выбирать обычно ну где-то 90 95 процентов разработка выбирает от 10 потому что ниже поддерживать нет смысла как бы это уже слишком старые девайсы это api уровне которых мало что есть из того что хочет пользователь там красиво какие-то вьюшечки красивые какие-то такие компоненты которых нету просто этот ну я не знаю еще года два или три этот был 1 и 6 2 1 андроида поэтому там много чего нету чего есть сейчас даже с выходом support липтом там не все есть и поэтому экономически не целесообразно выбирать все что ниже 10 этого да и просто бывают такие случаи когда заказчики не понимает вообще что ему нужно и например говорить вот хочу чтобы поддержка была начиная от версии 1.6 момента вот у одного знакомого у него телефон на андроиде 1.6 я хочу сказать чтобы он тоже как бы тебя мог установить и посмотреть что же я делаю нет вот хочу чтобы был 1.6 и причем профит какие-нибудь такие вещи сделать ну понимаешь да это можно сделать есть уже готовы библиотеки но они используют api намного лучше чем 1.6 и вот по крайней мере эта статистика это скажем такое оружие как раз отправили этих самых заказчиков которые хотят не охватить весь рынок он будет устроить вот просто сказать ну смотри вот смотрите мой один процент устройств которые вы хотите содержать но это будет времени на это уйдет больше естественно конечно заплатить вам придется тоже больше там что за еду никто работать будет и это скажем так там кисом аргумент мы ссылочку тоже на эту страницу приведем у нас англии сами можете найти на google developers попозже ссылочку на мой мы будем давать все ссылки в конце уже там в конце ссылки на на статистику в комментариях уже скинули поэтому она парит поэтому вот спрашивали что айос в качестве лучше ну там такой был вопрос я помню ты зачитывал вот в качестве дизайна айос в принципе может быть и лучше но есть свои плюсы и минусы у каждой платформы и как бы свою нишу занимает каждая из платформ и вот в чем огромный такой ну как казалось бы плюс и одновременно даже минус плюс в том что операционная система android открыта то есть мы можем заглянуть в исходники мы можем заглянуть в саму операционную систему увидеть как работает да как она работает если мы хотим использовать какой-то класс какой-то метод и мы не знаем как она даже из описания на из официальной документации как она работает мы в принципе можем зайти в исходники но для новичков может быть это для начала и до страшновато мы продемонстрируем чуть позже но как бы просто о чем хотел сказать что часто пишут что вот мол тебе нужно переопределить такой-то метод вот просто я когда только начинал программировать когда android у меня как бы непонятно какие мы переопределим этот метод он работает так и мне в голове металл бы откуда он не знает в каком работает вообще откуда они знают что вот нужно именно вот этот метод переопределить так далее вот сейчас уже когда достаточно много научился до понимаешь что достаточно просто посмотреть в исходники уже будет сразу ясно о том что тебе нужно делать покажем ну и я хотел бы еще вставить такую просто не хотела бы знать мне тут пишут что меня очень плохо слышно народ чате скажите меня как нормально слышно 0 я тебя как через карту я слышу ну нормально но в начале вебинара было лучше такое как будто ты ну наподобие погреба не просто чуть-чуть хуже слышно ну да пока ты подправляешь я хотел такой ну как я навел пример плюс а минус в том что в открытости это как мы уже говорили это большое количество прошивок прошивки там разные программы которые влияют на саму операционную систему и они только мешают но бывают баги баги всплывают в тех местах даже когда не знаешь и даже не знаешь почему они там где-то клавиатура не хайдится там где-то просто падает приложение далвиг машина андроида просто убивает приложение и выкидывает такие если в лог посмотрите то такие страшные ошибки с которые казалось бы откуда и почему а вот если вы используете какую-то там прошивку там сианоген или еще чего-то сианоген просто такая еще качественная прошивка и самая популярная а если кто решил поставить там кастом клавиатуру и приходится плясать под дудки пользователей чтобы поправить вот это все вот в чем минус открытости так и сейчас дай покажем плюс и какими пользоваться народ или как смотреть исходный код но тебя кстати так и слышно я не знаю как остальным но ну неважно я буду показывать все равно вот перед вами eclipse если ну вот иногда вам там на форме или что-то мы советуем там нажать на сам класс и посмотреть там или метод неважно посмотреть как он работает ну вот сейчас приведем пример а у меня тут белый экран как многие пишут что вы подключить исходники и возможность их просматривать нужно клацнуть вот на чем же тачит сорсис но в других не скажи что нужно через control зажимаем и тут мы в принципе первый опыт он declaration что позволяет если это ваш внутренний метод но именно вашего проекта или какой-то библиотека которую вы подключили библиотека проекта метод класс неважно он перекинул нет именно на то где этот класс и метод определены данный случай это find you by иди это метод самого андроида вот исходники не подключены клачется именно чем же тачит сорсис и выбираем второй радио батон это external location то есть мы надо указать путь к исходникам честно говоря мы как бы не пробовали как какой api указывать то есть что будет если указать там 14 допустим то есть я всегда указываю 18 и в принципе все классы все методы видно ну это логично потому что 18 есть все предыдущие как бы и классы и методы сейчас какой папочки они могут да да конечно это мы идем в языка где она установлена допустим мой компьютер c трое языка у меня здесь он установлено идем в языка в нашем папочка sources и тут есть дело в том что возможность скачать сорцы именно по api появилась я могу ошибаться только с 14 то есть исходники ниже чем 14 наверное скачать нельзя скорее всего да я потом еще в этом продемонстрирую как их скачать то есть выбираем вот папочку android 18 это 18 api нажимаем ok ok все вот я еще раз классно на ангиба иди нас перекидывают на этот метод вот тоже java дока описание насчет этого метода и тут видно что происходит в нем как бы тут по цепочке мы можем уже ходить нужно посмотреть метод getwindow смотрим как он работает нужно посмотреть как его метод findview потому что он переопределённый во вью и в битвин дави ну вот например давай сейчас покажем как по ангиба иди работаем групп собственно я дал байди все ушел немножко по-другому они видят но почему так же само как мы вчера я говорю так же само если я не существует если она больше нуля то есть он ищет это уже внутренний он лифт рову о то значит собственно можно перевести и пройтись по всем собственно он пробегает по всем так что ж ты будешь делать что там меня немножко выкинуло ну то есть если текущий ресурс равняется ну тот иск искомый ресурс равняется текущему именно по view то есть он вернется разум если же нет ну и продолжит искать дальше а мы тут не знаем да и что есть ли мы и но у тебя плохо слышно что то теперь вообще не слышно примере ну любой вообще что русал от не переопределён и там идет перебор по всем дачами и покажешь это или просто скажем это просто скажем сейчас буду полчаса искать так вам это интересно можете сами посмотреть уже поставить точку остановки ну кстати да можно еще точку остановки поставить но не ну я думаю с дебагом мало кто работает хоть но это очень это очень удивительно это будет по-любому поэтому вебинар потому что на форуме сколько ну я миллион раз говорил берите дебажьте и с такими большими глазами что это и как это потому что где-то более пятидесяти процентов людей не умеют лука там пользоваться поэтому мы тоже будем проводить вебинар покажем и также из дебагом научим работать ну да но это уже следующий меганаре не в этом так тут уже все да в принципе слушай ну давай посмотрим какие вопросы и да кто-то пишет что он запутался можно поменьшить флэнга все таки для новичков я даже не представляю что мы тут такого наговорили что мне если есть какие-то непонятные слова то мы может быть говорим мы просто как бы привыкли так общаться может быть да действительно мы так то вы говорите что они именно непонятно мы будем чуть проще понятно подьбу про арки мы рассказали какие то вопросы есть еще тут я не знаю вот что алтолит все требует рассказать как лучше обновлять виджет но это не тема ну я еще обещал показать как сорцы там вот это качать может мало ли кто не знает откуда откуда они берутся алтолит давай мы с тобой на форуме встретимся и поговорим об этом как обновлять виджет да если у кого то такие вопросы может быть мы сейчас не можем понять ваши вопросы или ответить такие то вы задавайте или в соответствующую тему или если по вебинару то вы ну есть темы по вебинару мы делаем анонсы в принципе потом мы будем создавать тему вопросы по первому там вебинару пишите там предложение вопросы вот как скачать исходники так а еще тут так 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 томпо 900 просит показать еще раз как исходники установить ну томпо ты лучше посмотри об этом да мы видео повтор включим потому что сейчас это надо отключать а потом заново их подключать ну как бы что такое пропустил не видел когда можете это посмотреть потом да я еще увидел прям большим таким как словом чтобы видимо и видно было малей 666 как проще подогнать картинки по данному устройству слушай но это вроде как об этом говорили уже но но смотря какие картинки это же такое такой обширный вопрос я как бы уже говорил это в это фото это кнопка это еще чего то такое ну что значит подогнать под разные устройства там же есть куча папок под разные плотности да да я уже говорил про плотности в принципе будет я уже запланировал это три вебинара то есть да ну я как бы планиру как я так более-менее разбираюсь в этом то что первый будет проводиться про стиле про ну именно как верстку делать там xmail вот это все откуда откуда брать стиле атрибуты и так далее второй вебинар по картинке грибью это то есть он хочет это понимаю сам грибью вставлять картинки чтобы они не нужного размера были ну это обширная тема я сейчас бы рассказал но туда частный вопрос это нужно да это это тема не для этого вебинара то есть второй вебинар я сделаю по о том как делать кастомные вью ну не полностью кастомные именно переопределять те которые есть и 3 вебинар будет полностью про кастомные вью как рисовать в принципе руками в андроу и так далее еще спрашивают какой периодичности будет вебинар мы в принципе об этом еще не думали но так в принципе будут зависеть от загруженности нашей мы как бы делаем это свое свободное время но на того что мы делаем пиана мы еще и разработки занимаемся да поэтому навскидку так можем сказать раз в две недели может быть может быть и чаще это зависит если мы не сильно загружены может быть раз в неделю так я все-таки покажу как загружать сорцы вот смотрим допустим выбираем там закрой на лучше заново запускаем сдк-менеджер то ли с эклипса то ли со студии то ли вообще можно с windows можно запустить его да да отмечаем тут есть пункты sources for android sdk они доступны только с 14 api да видим ниже их просто нету то есть вот в каждом аппе есть такой пунктик и написано not install то есть они не установлены отмечаем галкой потом install packages они устанавливаются все ничего волшебного нету да собственно так же как и ну собственно берете вы будете устанавливать не глядя свежие аппе просто нажмите галочку на всю папку установите она у вас будет так ну мы первоначально мы еще планировали вам рассказать про ну может быть в анонсах так и осталось про далвик про саму android но мы решили это сделать уже отдельным вебинаром потому что это очень обширная такая тема казалось ну как начали расписывать и то есть вот сейчас уже общаемся целый час то есть а та тема заняла как мы начали делать там ну час-полтора тоже поэтому ну да ну минимум если быстрым быстрым темпом на далбике рассказать это минимум полчаса уйдет там да у нас уже целый час мы с вами разговариваем да ну у нас есть вот такой был слайд это если мы в принципе вкратце в 5 минутах можем что-то рассказать если кто не знает что такое далвик вообще это и вообще android android используют ядро линукса но в принципе он как чистым линуксом не является ну google взяла если вспомним историю то android появился кто мне поправит в 8 да кажется или в 9 или даже в 7 ну не важно после того как iphone начали покорять мир грубо говоря google конечно увидел что рынок еще не совсем занят и надо было что-то с этим делать к тому же он такой прибыльный и вот они решили по-быстрому конечно же что сделать взять linux потому что он и бесплатный взять java тоже бесплатно казалось бы ну почему казалось бы ну почему казалось бы потому что потом у гугла и оракла возник конфликт почему сейчас же android использует максимальную джаву это 1.6 ну потому что оракл потом запретил им видимо тоже день деньжат захотелось и но java является бесплатно ну возможно с патентами там или еще чем то не договорились хотя java вот уже сколько сколько пытаются 1.8 выпустить по-моему еще весной анонс был ну это немножко отошли потому потому что там если взять java то есть такие интересные моменты где в 1.7 а в 1.8 там вообще новшества такие будут что ну хотелось бы видеть их на андроиде но к сожалению никак вернемся к андроиду используют в зависимости от уровня API тоже там используется уровень ядра я так по памяти не скажу там какие версии ядра но они тоже разные и ну и как бы андроид подстроил сам само ядро сам линукс под себя потому что он же сама операционная система и работает практически на java машине и опять таки тут не чистая java машина не jvm а она называется далвик вот кто не знал то далвик это и есть jvm и тоже она со своим да ну то что все программы написаны на да это то что допустим взять обычный настольный пк то что вы качаете там gdk ну java jre это это есть jvm вот а android использует свою далвик как бы как работает java машина она компилирует написанный вами код такой в байт код который который понятный только java java машине и после чего эта java машина уже интерпретирует этот код ну для понятия самой операционной системы там линукса или виндовса и поэтому сама java машина она является как бы кроссплатформенной поэтому она уже сама независимо как что вы пишете и как она уже сама интерпретирует написанный вами код в ту операционную систему в которой вы работаете поэтому ваши действия независимы от операционной системы ну а тут сейчас по будь я прочитаю миг ну и пока читаешь я еще дополню что ну полностью слайд этот мы не будем рассказывать как уже говорили это очень обширная тема то что вы видите красное это само ядро зеленое это библиотеки которые используют сама система синий это каркас ну так в общем что вы поняли что вот это самое верхнее это приложение это то что пишем мы пишите вы это верхний уровень то есть сама операционная система очень глубокая очень такая нелегкая в понимании то мы с вами еще успеем до него добраться так что там за вопросы про этот про потоки процесса может расскажешь ты рассказал я что-то упустил измены не помню ну хотя бы собственно что такое процесс но процесс как бы как сказать у java машина как бы приложение которое вы запускаете она как бы работает в своей песочнице то есть песочница это можно сказать есть процесс то есть за рамки процесса приложение не выходит и не может выйти да мы можем общаться есть межпроцессорное взаимодействие оно 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 не такое как если кто-то программировал там на ассемблеры на си оно не такое как в самой java машине там ну довольно таки попроще конечно не приходится много чего руками писать потому что за само межпроцессорное соединение отвечает по моему там apc драйвер да именно так называется ну я думаю мало чего сказал вам этим словом apc драйвер но это надо саму суть которую нужно понять то что когда приложение мы допускаем оно полностью изолировано от других приложений и фактически далвик создает свою копию как бы тоже да то что при запуске приложения создается копия далвика в ней выполняется наше приложение оно никак не может повлиять на какие-то другие оно может каким-то сообщениями общаться с другими ну как я сказал в песочнице то есть оно создает для вас свою песочницу ты в ней играешь и ты за нее не выйдешь там в соседнюю песочницу каком есть плохой мальчик прибежит и сломает твой замок который ты возил поэтому в таком игре брать поток то поток он это уже в одном процессе но поток это больше даже не к андроиду джава имеет отношение вот и собственно вот тут советует то что после прочтения библии джава-программистов большинство вопросов сама упадет да кстати мы сейчас про потоки начнем более подробно говорить то еще сама давай может порекомендуем литературу если кто джава не слишком знаком там или еще с чем-то с чего вопросы ну давай давай или так собственно который я долго пытался это тот который тогда я запомнил спрашивает можно написать кросс-платформенное приложение для windows и android на джава windows и android зависит ему сказали что нельзя что на самом деле зависит от того что вы будете писать ну смотря какую джаву еще используют то есть если 1.7 там используется то в android уже нет хотя хотя я читал как-то по-моему то ли с выходом 4.3 вот это с последним обновлением там какой-то бэкпорт есть и уже какие-то то ли функции методы уже можно использовать с 1.7 но это так я на скидку ну да это зависит от того на какой уровень абстракции будем использовать например мы можем написать логику на джава не используя классы и методы из аппли андроида и вот чисто логика будет и просто для этой логики мы пишем отдельную обертку для андроида и отдельную обертку для windows все это сделано от java ядро общее а обертки разные в итоге часть людей будет заниматься внешним видом например один разработчик может писать внешний вид и вообще взаимодействие со структурой для другой пишет для windows а третий занимается самой логикой если так подойти то я не знаю ну разработка на самом деле ускорится и скажем так большую часть программы она уже будет написана и она будет одинаковой как для windows так и для android и будет работать и там и там одинаково вот тем более как бы никого не секрет то что можно на андроиде выполнять нативный код на c++ вот если мы будем писать на c++ опять-таки мы можем написать как для windows так и для android так и для ios единственное одно то что мы должны понимать что какие-то такие особенности юзер интерфейс он для каждой платформы отдельно но всю логику можно вынести отдельно и работать там с ней к тому же например если вы делаете игру то вообще всю игру можно написать на c++ используя openjn openjn он есть как и на айфоне так он и на андроиде есть и вот например когда сделают мультиплаформные игры которые сразу же выходят на юсе и на андроиде на самом деле как бы если подсоветиться можно так же их выпустить на винду чтобы люди и на виндузе и на айфоне и на андроиде смогли играть в одну и ту же игру как бы это не проблема единственное но это уже как бы совершенно другой уровень программирования мне это приходит не сразу я все ну там какие есть вопросы еще за счеты попытаемся по максимуму ответить то что но если в рамках вебинара все остальное это уже пишите еще на javascript можно писать под айфон но надо понимать что javascript и java это да это далеко разное потому что javascript это интерпретируемый язык то есть для него не нужна они операционная система они там то есть он независим а тут нет спрошите как долго портировать приложение с android на ios соотношение по времени специальные приложения но числе у меня такого опыта нету прям вот взять и ну что значит спортировать там же не ну у меня есть опыт портирования приложения с ios на android но скажем так как я это делал все с него просто взял заново и переписал то же самое чтобы было не ну смотря что он понимает под словом портированием то есть смотреть на экран айфона и писать такое на android но это одно если смотреть в код и писать же именно такой код то там используется objective-c а тут java то есть если знаешь objective-c и java то ну это не проблема перенести да ну единственное скажем так если у нас есть приложение есть приложение на android нужно написать для android и для android нужно писать на iphone но перенести никак это надо писать с нуля это нужно писать с нуля но единственное скажем так что у вас будет плюсом у вас уже есть готовое приложение на android уже есть структура объект скажем так объектно ориентированное программирование оно что на андроиде что на ios на самом деле одинаковые если сделать все правильно то скажем так времени может идти на даже больше чем менее чем два раза время скратится кстати первый раз слышу что кто-то портировал с android на iphone мы все время мы все время портируем с айфона на android ну я сейчас занимаюсь тем что я портирую игру с айфона на android так я сколько уже программируется столько все время и портирую с айфона на android и спрашивают про извлите то что ну да тут уже ответили на ios и пишут на улице ну что там еще есть что-то сладенькое прям такие даже я не знаю просто немоверный вопрос если в основе android лежит линус может быть на нем поднять апач и в принципе можно все только все в ваших руках если android портировали там ну на стационарный пк я думаю не проблема и тот же апач запустить а так еще один чел просто долгит нас вопросом а в чем разница при использовании GRE или GDK а лучше GNS что что сейчас пошутите перечнем с произношением английских слов не очень хорошо а перешлешь или перескажешь а в чем разница при использовании GRE или GDK в интелли GRE Слушай, я чувствую себя нубом да я тоже потому что слово я просто его не повторю я ну первый раз слышу может я действительно чего-то не знаю или просто человек не может сформулировать вопрос троллинг пошел я не знаю нет давайте если есть какие-то вопросы по вебинару именно то давайте сейчас если нет мы как бы подводим все к концу и заканчиваем потому что уже почти полтора часа ну да еще вопрос последний есть таких количества активных на Android на Android мы это в самом начале рассказывали была табличка количество сейчас скажу сто восемьдесят семь миллионов Android девайсов а вот насчет iOS ну подожди если а у нас именно активных не было купленных за ну там по годам 2012 и текущий год то iOS сейчас сколько там 31 процент кажется ну и можно сказать про новинках что iPhone 5s выходит вот осень настала и будет где-то в октябре выходить наверное так само как Nexus там пятый да кажется выходит вот такая битва гигантов будет так ну ладно давай закончим на этом ну скажем всем спасибо что пришли нас послушать мы же обещали сейчас минутку я за своей книгой схожу с ч ч процент так спрашивающих поднимает разработкой ну и я разработка андроид два года а я что там чисто самостоятельно я побольше начал учиться на вот раньше я вообще был программ но на 1s но понял что нет хотя у меня тоже на 1s неплохо получалось но андроид все таки что не говори плохо плохо мы вас тут напугали но надо не без без старания ничего не будет просто оно все лучше скажем так выходит новые API исправляют баги Google более жестко начинает относиться к тому чтобы нормальные программы к тому же касательно iPhone чтобы залить приложение на Google Play вам потребуется порядка двух часов как бы вы залили и через два часа он появляется на Google Play чтобы вам залить приложение на iOS вам нужно чуть ли не неделю ждать просто может получить такой у меня например был случай я залил нерабочий билд на Google Play случайно так вот ушами прохлопал и залил все в итоге гляжу бац у меня целая куча ошибок я быстрее быстрее в субботу на работу побежал быстро все исправил залил отлично через два часа работает если вы что-то подобное у вас на iOS и произойдет то да пишут что до месяца могут модерировать и вы действительно можете профукать очень большое количество пользователей многие просто-напросто не будут ждать когда вы поправите этот баг они просто удалят приложение и устанавливают другой и вы так сказать упадете в грязь лицом и просто-напросто потеряете доверие пользователей на андроиде в этом плане намного помягче но я скажу что здесь две стороны медали то есть на iOS там жесткая модерация то есть ну то что это закрытая ось это понятно но там вам не разрешать делать какие-то вещи которые возможны на андроиде она открыта и там в принципе приложение никто не моделирует то есть как выкл так и есть ну потом могут забанить там по каким-то причинам но так никто не просматривает а на оси там у apple все построже поэтому в этом плюс в том что долго это минус конечно что много шлака на андроиде да то есть вы можете написать hello world запостить на маркет и все и довольствоваться что у вас есть приложение ну да собственно говоря даже я вот периодически смотрю вакансии андроид программиста почти во всех вакансиях одно из требований как минимум одно приложение на play market как бы если у вас хотя бы одно приложение есть залитое то это значительный плюс при устройстве на работе но я бы рекомендовал если ну через меня как бы пришло уже немало людей которые которым я помог как бы проходить собеседование я скажу что то что у вас приложение на маркете это ну конечно только плюс то что на вас смотрят как уже ну не совсем новичка также еще больше плюс если вы в резюме или в личном разговоре там дадите ссылку на репозиторию ну там на гитхаб допустим вы проект выложили то есть работодатель сразу может зайти и посмотреть качество кода потому что сейчас вот я если качество кода хорошее если качество кода плохое это будет то есть я бы даже сказал минусы не но я смотрю сейчас просто работодатели требуют там покажи проект там ну покажи исходники то есть ну часто просят сделать тестовые задания и тестовое задание на самом деле как бы уже ясно как человек ну тестовое задание если работодатель не уверен в вашей квалификации то есть если у вас нет опыта конечно это тестовое задание кстати если по тестовым заданиям кого-то ну кто-то хочет себя протестировать обращайтесь у меня с десяток наверное этих ну именно реальных тестовых заданий которые ну за последние полгода где-то мне поскидывали кто трудоустраивался то можете проверить себя так ну что там у тебя литература ну литературу в принципе я на форуме выкладывал я еще в конце ну именно в вебинаре дам ссылку там вот такая большая статья там я даже и фотографии книжек приводил и там сборка таких статей по нахабр в принципе я готовил это для людей которые собирались проходить собеседование то есть что надо хотя бы там где-то 80% чего вас просят это по-любому будет вот сейчас я в руке держу это Брюс Экель философия джава я ее купил ну месяца два наверно назад чтобы освежить память честно скажу есть где-то три автора именно они не только джаву пишут но в принципе по ООП вообще это там C++ и джава это Брюс Экель это Шилд Брюс Шилд ну не важно Шилд и и и и я забыл наверное третьего ну в принципе можно Страус Трупа но он по-моему Джава не писал ну я скажу то что у меня в руках в принципе философия джава Брюса Экель это хорошая книга тут страниц на 600 с копейкой честно говорю некоторые пугаются я советую книгу он сколько 600 страниц там нет надо приложить ну джаву выучить за пару дней мне там дай что-то на 100 страничек и все но это смешно если вы хотите что-то знать что-то выучить даже одной книги джава философии это вам ну далеко не хватит вам потому что вам еще андроид учить ну если по андроиду говорить то честно литературе стоящей нету потому что ну никто профессионально не писал единственное это Рита Майер кажется если не ошибаюсь в имени автора это у него есть книга по второму андроиду и по четвертому вторая я даже не советую читать потому что ну сами понимаете кто в руках держал второй андроид и кто четвертый разница настолько велика что даже не стоит второй читать там книга по моему 2009 года а вот по четвертому андроиду называется андроид для профессионалов ну по сути она не такая что для профессионалов там и новичкам пойдет сам недавно начал ее читать на русском языке по моему в интернете ну в электронном виде нету то есть я еще зимой хотел скачать не знаю сейчас может быть уже появилась кто-то отсканировал но я не люблю читать с экрана я покупаю бумажную литературу и советую вам тоже не портить глаза поэтому кто хочет андроид купите книгу но это так или как дополнительная литература для кого-то или для тех у кого кто еще с программированием не сталкивался потому что ну каждый выбирает для себя подход свой как учить как выучить я допустим перед тем как учить андроид я книги не читал я ну это гугл это стек оверфлой это хабра хабра грубо говоря это документация официальные гайды а сейчас конечно вижу что надо читать литературу поэтому каждый выбирает для себя я только советую вот еще шилта я упоминал он пишет и по си и по джава он как бы посоветовать как бы не только какие-то книги по конкретному языку программирования так не я просто советую авторов потому что не стоит брать всякие там хабибулины там еще какие-то вот я называю тех людей которые участвовали именно в разработке ООП еще в 90-х годах 80-х которые именно стандартизировали сам ООП Аagner ,молее в принципе в основе это методики программивания шилта это там мне тоже есть джава для новичков или что-то такое не понятно слушай тут еще так вопрос уехал спрашивают работаем или мы или на своих проектах. Ну, скажи ты за себя. Расскажи. Что-что? Давай опять тебе расскажи, я тебе. Ну, как бы, мы все, кто в нашей такой команде, все работают, ну, у всех есть официальное трудоустройство, все программисты, как бы. По андроиду. Да, именно по андроиду. Но, также мы вот в свободное время раньше кто-то занимался своими проектами, сейчас мы уже занимаемся общими проектами. Как бы, есть и свои проекты общие, которые мы там в портфолио так нагоняем, а есть уже реальные проекты, которые коммерческие, можно сказать. Да, и о себе же, кстати, я сейчас занимаюсь тем, что я пишу игры для андроида. Да, это единственный человек, нашей команде, который занимается геймдевом. Который занимается геймдевом, так что, да, ждите от меня, скажем так, медиамеры по плане создания игр на андроид. Так вот. Ну, собственно, я думаю, пора закругляться, да? Да, уже полтора часа. Звонок проснел. Да, звонок проснел, уже либо пара закончилась. Давай еще так. А еще по поводу более подробно о Далвик-машине и обустройстве андроида. Возможно, у нас, просто у нас информация на самом деле достаточно, но мы решили, что это слишком будет тяжело для новичков и собственно говоря, Рома обещал, я в частности списался, он обещал, да, он делает мастер-класс по Далвику. Он списался, он появился. Да, он... Рома, если ты будешь слышать это, это... Да, он слышит, я не посоветовал, он согласен. Ну, там, да, там, может быть, минут на 15, если так вот, разговорами на полчаса. Либо он это сделает как отдельное видео на YouTube было же, либо это также будет как вебинар. Ну, мы, честно, посмотрим, вы делаете отзывы, вы пишите, мы, как бы, возможно, мы будем подстраиваться под общее мнение, если там, если наши темы будут совпадать с вашими пожеланиями, мы, может, там, какую-то тему подсунем и именно выберем ту, которую вам более ближе, более которую хотите. Из тех тем, которые мы планируем на ближайшее время, это знакомство с... Следующее будет и ДДМС. Да, будет по ДДМС, кто не знает, это будет про сам, возможно, про отладку, как раз про дебаг будет, будет про то, смотреть, какие процессы, ой, потоки и процессы, в принципе, работают в данный момент, то есть, вы можете просмотреть тот же про локкад будет, рассказанных, потому что много вопросов по этому. Дальше мы думаем рассказать, переходить уже к ИДЕ, будем рассказывать подробно про настройки, как вообще работает и Eclipse и Android Studio. В принципе, мы все пока что на Eclipse сидим, поэтому по студии может много не расскажем, но постараемся, Eclipse от Ада я знаем, поэтому постараемся по максимуму и дальше уже будем переходить непосредственно к коду, ну, такие моменты, как там кто-то базы данных расскажет, кто-то про дизайн, ну, это так, что из ближайших тем. еще вопросов возникли. Тут просто чел 1 кидает ссылки на какой-то канал на этом на ютюбе, я не пойму, это что-то не похоже на наш канал. Ну, потом разберемся, может спам вообще какой-то. Давайте тогда мы подошли к концу. А, это наш канал, наш канал. Да, ну, мы все равно будем делать ссылки, вы просто заходите, смотрите периодически, кто подписан на рассылку, вам спасибо, я думаю, письма всем дошли. Как бы, да, заново подписываться не обязательно, мы уже всех помним, будем периодически, ну, надеемся, не заспамим вас. И всем спасибо, подписывайтесь, смотрите наши новости на форуме, на сайте, в соцсетях. Всем пока. Пока.